Устройство механизмов моих моделей Так что солнце ему не помеха Здесь стоят два приемных блока Чтобы их включать и менять батарейки Можно только легко все открыть Все легко доступно Блоки стоят в передней части катера Чтобы уравновесить моторы, которые стоят в задней части На самом деле массы блоков казалось недостаточно Катер небольшой дифферент на корму получился И в эти отсеки я закладывал батарейки для валаста Не знаю зачем были эти дырки сделаны Мне очень пригодились Как видно я взял два больших корпуса От набора 7994 Это самые большие плавучие корпуса на сегодняшний день Наклейку не смог отодрать Зато по ней удобно смотреть Куда накренен корпус по этим полоскам Очень хорошо видно В приемные блоки тоже должны быть вкрученные антенны Я не хотел чтобы они торчали вверх Мне кажется это некрасиво И специально я сделал вот эти вот имитаторы воздухозаборников И загибается под них антенна И ее не видно На самом деле это сыграло злую шутку Рядом с водной поверхностью они очень плохо принимали антенны И фактически кто смотрел видео на улице Видно что дистанционное управление оно почти не дистанционное Мне приходилось плыть рядом с катером Чтобы хоть как-то сигнал проходил В катере стоит 4 мощных бани мотора Но они подключены не совсем обычно Можете посмотреть электрическую схему Такое подключение обеспечивает одинаковую скорость вращения обоих винтов В задней части модели под наклоном стоят ведущие валы Они проходят просто над водонепроницаемым корпусом Никаких карданных передач здесь нет Скорость вращения вала в 3 раза больше скорости вращения мотора Как видно из этой картинки Я использовал в 2 раза больше шестеренок чем необходимо Так мне кажется я уменьшил вибрации вала В качестве винтов я вот такую конструкцию использовал Но я знаю что она плохо подходит для воды Вот такие винты есть хорошие для воды Но они просто не в состоянии прокачать необходимый объем воды Чтобы такой большой катер двигать Пробовал я вот такую конструкцию собрать Но она хуже работает Такая максимальная мощность дала из того что я пробовал Ну и чтобы катером можно было управлять Я сделал вот такие рули И они оказались недостаточного размера Не хватает их конечно чтобы эффективно поворачивать А управляет ими дополнительный выход РЦ-блока Винты сделаны быстросъемными Чтобы они так же быстро не потерялись в воде Здесь я ввел дополнительную шарбу Которая препятствует тому чтобы ось просто слетела с вала Скорость вращения по идее больше 3000 оборотов должна быть Особенно надо отметить что большое внимание я уделил защите электрики от попадания воды В пакеты я конечно не заматывал Но по возможности там везде стоят бортики Чтобы внутрь ничего не затекало На самом деле я небольшое количество воды в итоге вылил И в основном вода была между наружным корпусом и внутренним Сама электрика не пострадала Чему я очень рад Вот такой получился у меня рассказ Надеюсь вам было интересно Комментируйте, делитесь своим мнением До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok